Не нравится мое отношение к Крашке. Ну, мне, честно говоря, надо чихать на это дело. Вот. И я, в общем, как бы про хоккей, про всю эту политику. Одна там, я не знаю кто, ну, женщина, девочка, кто-то там из женского пола написала, типа, спасибо, все нормально, но политика, значит, не надо путать ее, но как бы так я своими словами, не надо политику, значит, спорт. Как бы спорт вне политики. Ну, я вот, честно говоря, на эту тему хотел сказать. Я вообще раньше, я иногда записываю, пишу там обращение канадца, английская клавиатура, вот, и плюс я плохо вижу, у меня после операции там, ну, неважно со зрением, хотя я вот езжу без очков, все нормально, но читать вот это все сложно, конечно. Ну, и потом мне все, я 56-го года рождения, то есть, естественно, зрение не очень. В Канаде я с 99-го с семьей. Вот. Так я хочу сказать следующее, что, наверное, можно поговорить на эту тему, я писать, конечно, не буду, но сказать я хочу, что ситуация по поводу политики и спорта, она не такая простая, не такая однозначная. Я вот пример такой приведу. Когда советские войска вошли в Чехию, я с 56-го, еще раз повторяю, но вы будете посмотреть, когда это было, я это все помню прекрасно. Мне рассказывать ничего не надо. Так вот, в то время был хоккей, и во время игры играла сборная Советского Союза, я же родился в СССР, а жил в Харькове. Так вот, на трибунах, когда игра проходила, играл СССР и Чехия, плакаты были, и там было написано, здесь и танки не пройдут. Политика, спорт, вот я конкретно по факту, я вообще люблю говорить конкретно, по факту, я не люблю так ля-ля, тополя, я говорю то, что я знаю, что я видел, я это видел своими глазами, ну, по телевизору. Здесь и танки не пройдут, это отношение было к совку, я их называл совок, совдепия, и я их всю жизнь ненавидел, всю жизнь. Как и русских, я всю жизнь ненавидел и презирал. С детства, с 16 лет. Я об этом рассказывал там на своих роликах, но сейчас как бы не об этом. Так вот, политика, спорт, ну вот, пожалуйста, не все так просто, не все так однозначно. Олимпиада, знаменитая Олимпиада, 80-й год, СССР, Москва. Ну, наверное, многие помнят, не так давно это было. И бойкот же был. И многие страны, очень многие страны, западного, свободного, целевизованного мира, они не приехали в Москву. Бойкот был, Олимпиада, политика. А потом, значит, через 4 года была Олимпиада, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, то я извиняюсь. По-моему, в Лос-Анджелесе, в Штатах. И опять бойкот, и вся эта совдепия, весь этот совок недобитый. Мы не поедем, и подбилишь своих. И те не поехали. Ну вот, пожалуйста. Ну и сейчас, вот я записал этот ролик, я как бы к этому, к вчерашнему ролику, про хоккей. Ну, я там не очень много говорил, но так чуть-чуть, чуть-чуть, я вскользь, конечно, было понятно мое настроение. Вот. Так, что я хочу сказать. На этом чемпионате, молодежка, вот сейчас, там же рашки-то нету. Им запретили играть этим, не хочу говорить кого, вы поняли. Вот. И вместо них играет Австрия. Честно говоря, очень слабая команда, но не в этом дело. Дело в том, по факту, опять же, политика, санкции там и все это дело запретили, дисквалифицировали. Политика, она перемешивается со спортом, никуда ты этого не денешься. Я вообще с этим согласен. Я вообще считаю, что те люди, которые говорят, мы вне политики, нас политика как бы не интересует, я там не интересуюсь, ну и прочее. Я этому человеку хочу сказать следующее, прямо в лицо. Ты или дебил, вообще, ну дурак, или ты просто без мозгов, это, собственно говоря, тоже то же самое, все равно дебил. Ну как это ты не интересуешься? А когда к тебе завтра придут и будут резать твою семью? Ты что будешь говорить? Да я же там не знал, да меня же там как бы это не интересовало. Ну ты же на выборы не ходил, голосовал за уродов. Ну вот и получил. Ну как это так? Я не интересуюсь. Ну однозначно. Ну ты или при... Ну ладно. Позвонили, мне говорят уже срочно давай, подъезжай, где-то пропал. Так что я буду заканчивать. В принципе, то, что я хотел сказать, я сказал. Вне политики быть нельзя. Надо иметь свою точку зрения на всю происходящую действительность и обязательно бороться с фашистами, с гадами, с паразитами, с темными силами. Ну чем можешь? То ли деньгами, то ли оружием. В общем, короче, помогать светлым силам победить фашистов. Ну все. Я как бы про спорт. Но все равно ушел в политику. Все, ребята, будьте здоровы. Всем удачи. В Украине желаю победить фашистов. Чем быстрее, тем лучше. Ну и желательно все-таки дойти до Москвы и сжечь ее. Ну это мое просто пожелание. А там пускай сами думают, это ихняя страна. Все, пока. See you. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok